Как эмоции от игры! Невероятный драйв, адреналин и бесконечный мозговой штурм. При помощи ярких и насыщенных видеороликов участники клуба веселых и находчивых открывают для зрителей жизнь юмористов на сцене и за кулисами. Один из самых юных участников Самарского КВН, ученик гимназии «Перспективы» Ян Игнатьев, еще в пятилетнем возрасте спортивным видом спорта предпочел игру в детской команде юмористов. Меня позвали туда совершенно случайно, просто посмотреть, буду ли я смешной. Я сыграла одну игру, мне это очень понравилось. Да, я ходила на футбол, но у меня просто не хватало времени на это. Представительница детской команды КВН 41-й школы Самары Ани Стрелковой-12, но она уже успела принять участие в создании юмористических и познавательных видеороликов, а также стать ведущей КВН на главной сцене Москвы. Было, конечно же, немного страшно, потому что никто не застракован от того, чтобы забыть текст на сцене. Всегда настраиваю себя перед выступлением, что нет, я ничего не забуду. И все пройдет гладко, прекрасно. И вообще всегда главное кайфовать от выступления, и тогда все обязательно получится. Несмотря на юный возраст, с главой Самары Еленой Лапушкиной ребята общаются по-взрослому. Задают серьезные вопросы, шутят и хвастаются будущей поездкой за пределы родного города. Совсем скоро участники Самарского КВН отправятся на ежегодный международный фестиваль юмора. В этом году он пройдет с 11 по 22 марта в Сочи. Я сражена их непосредственностью, их артистизмом. Совершенно спокойно себя чувствую достаточно во взрослой компании. Хорошие ребята. В нашем регионе движение КВН насчитывает порядка 4 тысяч человек. Это более 100 команд. В них входят школьники, студенты, сотрудники крупных предприятий губернии. За последние три года Самарское движение клуба совершило большой прорыв, сделав упор на развитие детских команд. Для того, чтобы стать участником клуба веселых и находчивых, нужно совсем немного. Нужно состоять в гармонии сначала с чувством юмора, а потом начать КВН, если ты школьник, прийти в школу свою, узнать, есть ли у вас команда КВН. Если нет, создать ее. Либо создать самому, либо с помощью своих соратников, одноклассников и так далее. Затем необходимо попасть в городскую лигу КВН, отправиться на фестиваль в Анапу, выиграть и попасть в детскую лигу на федеральный канал, что и удалось студентам третьей гимназии Самары. И хотя ограничения, связанные с пандемией, немного спутали планы участников клуба, все репетиции, начиная с марта месяца, ребята проводили онлайн. Волю к победе, упорство и чувство юмора особенно отмечает глава Самары Елена Лапушкина и от души желает юмористам дальнейших достижений. Чтобы они в этом городе чувствовали себя дома, чтобы им было здесь уютно, чтобы им было здесь кому обратиться за помощью, с кем вместе порадоваться, чтобы они всегда находили ту площадку, на которой они выступали бы с удовольствием. Встреча участников Самарского клуба веселых и находчивых завершилась памятным фото с главой Самары и вручением Елене Лапушкиной годового сертификата на посещение всех игр КВН. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.